Всем привет! Меня зовут Лена Стасевич. Сегодня хочу рассказать вам, как приготовить вот такой десерт. Это не коктейль, это десерт. Из этого видео урока вы узнаете, как затемперировать шоколад, как сделать вот такой шоколадный стаканчик и как собрать тортик. Внутри у нас будет бисквит очень вкусный с чаем мачо, а также муссовый крем. Сверху красим взбитыми сливками и непосредственно сделаем вот такой шоколадный стаканчик, который я думаю удивит ваших костей. Приступаем к приготовлению бисквита. К яйцам добавляем сахар, а также мед. Теперь ставим нашу огнеупорную емкость на паровую баню. Это значит, что в кастрюльку необходимо налить воды, закипятить ее. И сверху мы ставим нашу емкость с яйцами. Доводим до 50 градусов, не переварите, иначе у вас просто получится омлет. Постоянно помешиваем, дожидаемся, пока растворится сахар. Когда температура достигла практически 50 градусов, снимаем с паровой бани и взбиваем миксером до очень пышного состояния. Можно, конечно, это сделать в планетарном миксере. Вот такая должна получиться пышная масса, это очень важно. Теперь сюда просеиваем сухие ингредиенты частями. Аккуратно вымешиваем лопаткой, поднимая ее снизу вверх. Не мешайте по кругу, иначе яйца опадут и тесто не получится пышным. Добавляем вторую часть сухих ингредиентов. И я также сюда добавила порошок чая мачо для дополнительного цвета и красивого такого вида. Кстати, если у вас хороший порошок мачо, он не даст абсолютно никакого вкуса и запаха, а только вот такой красивый светло-салатовый цвет. В итоге, когда мы перемешали все тесто, оно должно получиться вот такой консистенции. Долго не вымешивайте, чтобы не образовалась клейковина. Отдельно я растопила молоко со сливочным маслом. Здесь я использовала соевое молоко. Вы можете заменить на обычное коровье молоко. Добавляю часть теста к молочной смеси, перемешиваю и затем соединяю с основным тестом. Так масло и молоко легче объединиться с основным тестом. Нам не придется долго вымешивать. Перемешали несколько раз, чтобы объединить эти ингредиенты. Долго не вымешивайте, чтобы тесто не опало, а осталось таким же пышным. Теперь на застеленный пергаментом противень выливаем наше тесто. Можно повыше поднять емкость, чтобы при выливании все пузырьки исчезли. И распределяем с помощью спатулы. Формируем ровную поверхность. Это очень важно, чтобы потом при вырезании коржей они были у нас одной высоты. Выпекаем бисквит при 160 градусах около получаса. Смотрите по готовности, проверяйте тест на сухую зубочистку либо пальчиком, либо посмотрите на поверхность. Она должна стать светло-коричневым. Не пересушите. Перекладываем на решетку, снимаем пергамент и оставляем остывать. В это время займемся приготовлением одним из самых интересных процессов. Мы сделаем шоколадные стаканчики. Чтобы мы могли брать в руки эти шоколадные стаканчики, нам нужно шоколад затемперировать. Сейчас я вам расскажу, как это сделать. Мы будем темперировать шоколад колетным способом. Это значит, что к растопленному шоколаду мы будем добавлять кусочки затемперированного шоколада и таким образом понижать его температуру до рабочей. Таким образом мы сформируем кристаллическую решетку. Итак, я взяла в большой емкости шоколад и в маленькой емкости 25 процентов от основного веса шоколада. Этот шоколад я сначала растопила и поскольку в нем маленькое содержание какао-масла, он получается слишком густой, я добавляю сюда какао-масло 2 процента от общего веса. Растопила также какао-масло и смешиваю. Теперь этот растопленный шоколад мы нагреваем до температуры 40 градусов. 40-45 градусов. Я это делаю в микроволновке импульсами по 15 секунд. Каждый раз хорошенько перемешивайте, потому что шоколад может подгореть. Так, я разогрела шоколад до 43 градусов и теперь добавляю сюда калеты шоколада, которые у меня вот здесь отдельно находятся. Я добавляю сразу не весь шоколад, который я подготовила, мы потом будем добавлять, если это будет необходимо. Суть этого метода темперирования в том, что мы должны резко понизить температуру шоколада до рабочей. Рабочая температура белого шоколада 28-29 градусов. Я всыпала часть калет и быстро перемешиваю лопаткой. Таким образом мы понижаем температуру. Нельзя засыпать калеты и просто отставить шоколад, чтобы он сам там топился. Не получится сформировать кристаллическую решетку. Тут вся идея в том, что мы это делаем быстро. Если вы видите, что шоколада недостаточно, чтобы температура достигла рабочей температуры, то мы понемножку подсыпаем недостающий шоколад. Но делаем это понемногу, потому что если вы слишком много засыпите сразу шоколада, температура упадет ниже рабочей и нам нужно будет заново начинать весь процесс. Посмотрите, у меня температура здесь 36 градусов, поэтому я еще добавляю несколько калет и продолжаю перемешивать. Такие же стаканчики вы, конечно же, можете приготовить из другого шоколада, из темного, из молочного. И, кстати, с ними работать намного легче. С таким шоколадом, в котором содержание какао-масла выше, легче работать, его легче темперировать. И когда вы работаете с любым шоколадом, температура в вашем помещении должна быть 18-22 градуса максимум. Если у вас очень жарко, у вас просто-напросто не получится темперировать шоколад. В итоге я затемперировала шоколад, довела его до рабочей температуры 28 градусов. И теперь начинаем непосредственно выливать этот шоколад в необходимую нам форму. Я выливаю в стаканчик, очень хорошо прохожусь по стенкам, прокручиваю в стаканчик, чтобы шоколад равномерно покрыл всю-всю поверхность, чтобы не было пробелов. Работаем довольно быстро, потому что темперированный шоколад начинает твердеть, кристаллизоваться, поэтому стараемся делать это все побыстрее. Излишки шоколада сливаем назад в миску и ставим этот стаканчик в холодильник на несколько минут. Затем мы будем покрывать вторым слоем. Если у вас упала температура шоколада, то мы можем подогреть в микроволновке буквально 2-3 секунды до рабочей температуры, до 28-29 градусов. Не перегрейте, иначе вам придется заново темперировать шоколад, делать весь этот процесс. И теперь так же поступаем со вторым стаканчиком. Первый стаканчик уже застыл, как вы видите, он стал матовый, и мы можем покрыть вторым слоем. Я покрываю вторым слоем, потому что все-таки один слой получится слишком тонкий, и стаканчик может просто треснуть, когда мы будем его вынимать из этой бумажной формы. И после того, как нанесли второй слой, распределяем внутри лопаткой и ставим в холодильник где-то на 30 минут. И пока у нас шоколад стоит в холодильнике, мы подготовим непосредственно коржи. Мне нужно три размера, потому что стакан у нас не прямой, к низу он уже диаметром и расширяется кверху. Соответственно, я примерно вырезаю три размера, вы уже смотрите по своему стаканчику. И теперь извлекаем стаканы из форм. Я начала тут рвать бумагу, на самом деле это не нужно делать абсолютно. Просто аккуратненько пальчиками потяните, и стаканчик сам выпадает из форм, если вы правильно затемперировали шоколад. Посмотрите, какой он классный получился. Я прекрасно могу держать его в руках. Он не тает, именно потому что мы затемперировали шоколад. Если вы просто растопите, то он у вас будет просто таять от прикосновения. Теперь нам нужно подровнять края. Нагреваю шпатель и таким образом прокручиваю. В итоге у нас получается ровный край. Смотрите, какой получился стакан. У нас готовы непосредственно стаканчики шоколадные, бисквит. И теперь мы начинаем готовить крем. К яичным желткам добавляем сахар, перемешиваем. Отдельно нагреваем молоко, ваниль. Кстати, как сделать ваниль, вы можете посмотреть по ссылочке сверху в мое предыдущее видео. И молоко с ванилью мы доводим до кипения, затем тонкой струйкой вливаем к желткам с сахаром. Хорошенько перемешиваем. Затем яичную смесь снова выливаем в сотейник. И уже помешивая, доводим до загустения. Варим до 82 градусов, не больше, иначе смесь превратится в омлет. К порошковому желатину я добавляю молоко. И теперь к подготовленной яичной смеси заварной добавляем желатин. Желатин я еще немножко растопила в микроволновке. Перемешиваем. Работаем довольно быстро, потому что как только мы добавили желатин, масса начинает остывать. И крем начинает густеть. Далее я растопила белый шоколад. И теперь через сито на белый шоколад выливаем нашу заварную основу. Перемешиваем. Также я добавила сюда чай мачо. Его можно было, конечно, заварить вместе с молоком. И тогда бы не было вот этих крупинок чая. Но в принципе он все равно так интересно и красиво смотрится. Посмотрите, какой классный яркий цвет получается. Просто обалденно. Отдельно я взбила сливки до полугустого состояния. И теперь подмешиваю их в заварной основе. Я уже говорила, работаем быстро, потому что при остывании желатин начинает работать. И не соответственно желирует массу. Масса становится густой. Также к моменту сборки, к моменту приготовления торта у вас уже должен быть подготовлен стаканчик шоколадный и нарезан бисквит, чтобы мы могли сразу собирать наш десерт. Теперь я беру шоколадный стаканчик, на дно наношу крем и выкладываю бисквитный коржик. Далее снова слой крема, коржик и так далее до верха. Постарайтесь вырезать коржи диаметром таким же, как стаканчик, либо чуть-чуть меньше. Потому что если у вас будет больше диаметра, даже на несколько миллиметров, вы будете его туда помещать. Стаканчик просто может треснуть, как у меня получилось во втором случае. Но ничего страшного, если стаканчик треснул, вы можете растопить шоколад и замазать эту трещину. Ставим стаканчики, стабилизируется в холодильник на несколько часов, чтобы застыл наш крем и наш десерт будет готов уже к декору. И чтобы украсить, чтобы дополнить наш десерт, чтобы он был похож на мачо шейк, я сверху наношу взбитые сливки с сахаром. То есть я взбила обычные сливки с сахаром, не из баллончика. И наношу такой красивый рельеф с помощью фигурной насадки. Посыпаем сверху мачо, вставляем трубочку, и в итоге у нас получается вот такой интересный эффектный десерт. Конечно же, очень вкусный. Чтобы его разрезать, нагрейте нож и постарайтесь довольно аккуратно разрезать. Шоколад может трескаться, но в итоге все равно получается вот такой красивый срез. Друзья, я надеюсь, вам понравился этот видеоурок, потому что, мне кажется, он действительно получился интересным, познавательным, и мы приготовили с вами такой классный и необычный десерт. Я надеюсь, что у вас получится так же или даже лучше. Подписывайтесь на меня на YouTube, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а также жду вас в своем Instagram. С вами была Арина Анастасевич. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok